Добрый день, дорогие слушатели! Слово предоставляется руководителю семинара «Музыкальное творчество Сибири», преподавателю Иркутского регионального колледжа педагогического образования, заместителю председателя Иркутской облазной организации «Союз композиторов» Михайлову Сергею Анатольевичу. Добрый день, дорогие слушатели! Знать, изучать историю своего народа, понимать и помнить культурные традиции, уметь сохранять и любить творческое наследие, как все это важно для каждого из нас и для будущих поколений. Именно для этого в Иркутском педагогическом колледже ежегодно с 1994 года организуется традиционный семинар «Музыкальное творчество Сибири». Цель семинара – привить любовь к родному краю, его музыке, рассказать о творческих людях Сибири. Здесь звучат народные песни, обработки народных песен и авторские произведения российских и иркутских композиторов. В работе семинара принимают участие студенты и преподаватели музыкального отделения Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Члены Иркутской областной организации, союз композиторов, лауреат областных и международных конкурсов. Выступают солисты, ансамбли, оркестры. Можно встретить как инструментальных, так и вокальных исполнителей. Кроме того, танцевальный ансамбль «Кураж» нередко принимает участие в мероприятии. Звучат народные произведения, а также авторские композиции, в том числе и иркутских деятелей. Янковской, Теплякова, Горбовской. Уделяется внимание музыкальной культуре не только Иркутско-Иркутского района, но и усть Ордынского, Бурятского, автономного округа, Красноярского края, Бурятии, Тафаларии. Вот некоторые высказывания участников семинара. Нестерова Алла Николаевна, преподаватель колледжа, руководитель ансамбля народной песни «Белый день». Очень приятно, что возродилось и начало интенсивно развиваться фольклорное направление. Люди все больше интересуются сбором и сохранением нашего народного творчества. Поэтому я считаю музыкальное творчество Сибири очень важным и интересным мероприятием. Вот что говорит член правления Иркутской областной организации «Музыковед» Пухнаревич Лидия Михайловна. Долгие годы я собирала фольклор, образовался целый архив. Думаю, что очень важно знать свои корни, особенно для молодежи. Это способствует правильному формированию личности. Подобные мероприятия помогают приобщиться к культуре своего края. Музыка Сергея Михайлова «Органная прелюдия», полифоническое произведение, тональность «Ре-минор». Исполняет преподаватель отделения колледжа, лауреат международных конкурсов Михаил Геннадьевич Трипузов. Музыка Сергея Михайловна 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 За их внедрение в УЛМК предметного музыка как дополнительного материала для слушания музыки в школе. Также готовится сборник вокальных произведений иркутских композиторов по вокально-коровой работе на уроках в музыке и во университетной деятельности школьников. В сфере дополнительного образования на базе МОУ СОЖ номер 24 города Иркутска реализуется программа факультатива преподавателя нашего колледжа, заведующей педагогической практики музыкального отделения Бузьменко Ирина Луфимишна «Музыка родного края» для учащихся в первых по четвертый класс, в содержании которой предусмотрено изучение произведений союза композиторов при Ангаре. Вне классной и неручной деятельности школьников могут оказывать большую помощь учителю и детям в расширении своего благосвора знаний о музыке родного края. При подготовке школьников в школьных концертах и фестивалях заметно, с каким удовольствием дети исполняют песни русских композиторов, танцы, инсенировки народных песен, особенно играют на музыкальных инструментах. Музыкальная гостиная – одна из эффективных средств приращения школьников в национальной музыкальной культуре во вне классной работе. Исходя из названия мотивов для проведения гостиной могут стать встречи с русскими композиторами, то есть вечер, воспоминания о декабристах. Музыканты в Иркутске с просмотром или прослушиванием фрагментов их произведения к исполнению гостей и участников гостиной. Музыкальная гостиная – это одна из устойчивых форм, устойчивого интереса к музыке, различных видов музыкально-творческой деятельности для раскрытия его творчества потенциала. Музыкальная композиция, изложение материала и не дублирует школьные учебные пособия. Таким образом, музыкальное творчество Сибири как часть национальной культуры опирается на национальные ценности, которые определяют ее воспитательный характер. Музыкальные произведения иркутских композиторов просты для исполнения и хранят в себе начало глубокой нравственности, что приобретает сегодня очень большое значение. Знакомство с детей, с музыкальными традициями народа в Сибири воспитывает лучшие нравственные и эстетические качества, духовно обогащает ребенка, развивает в нем способность сопереживать с людьми, ценить, любить человека, окружающую природу, малой родиной, способствует формированию интернационального и национального самосознания. Педагогический коллектив Капитра находится в постоянном поиске и выступает инициаторами внедрения и распространения инновационных процессов в колледжах, в дошкольных учреждениях и школах города Иркутска. Историко-педагогический анализ народного и профессионального музыкального творчества показывает, что он накоплен в интересный музыкальный материал, адресованный детской аудиторией, который, безусловно, заслуживает особого изучения на руках музыки. Будущие, а будущие учителя в музыке должны уметь транслировать национальные ценности через пропаганду музыкальной культуры при Ангаре в процессе воспитания подрастающего поколения не только на руках, но и в классной работе. Спасибо за внимание. Российская премьера вокального произведения «Плыви, Ангара, Плыви». Слова Татьяны Ангарской. Музыка Сергея Михайлова. Всполняет хоровой коллектив музыкального отделения. Хормейстер Билы Гилия Борисовна. Концертмейстер Безубова Инна Ивановна. Слова Татьяны Ангарской. Слова Татьяны Ангарской. Плыви. Пусть люди живут в любви. Сибирской судьбою навеки с тобою. Плыви, Ангара, Плыви. Сибирской судьбою навеки с тобою. Плыви, Ангара, Плыви. 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 Плыви. Татьяне Ивановне Ангарской, лауреату Пушкинской премии, город Нью-Йорк. Расскажите, пожалуйста, Татьяна Ивановна, приветствую. Уважаемая Татьяна Ивановна, расскажите о своем творчестве, о себе, о творческих планах. Здравствуйте. Сегодня я пришла к вам на семинар не случайно. Я пришла вам сказать, что время петь песни о Сибири, о Байкале, о реке Ангаре пришло. И совсем скоро, буквально через несколько лет, эти песни востребуются на более высоком уровне. Об этом говорит и приоритет развития нашей области, в экономическом развитии среди регионов нашей страны. Об этом говорят множество мероприятий международного масштаба. Это и культурные, музыкальные конкурсы, это и семинары, различные встречи, это и спортивные соревнования. Об этом и говорит и постановление президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о развитии хорового пения, как одного из путей воспитания, патриотического воспитания молодежи. Специальное постановление по этому поводу было издано в декабре прошлого года. Поэтому время петь песни о нашем прекрасном Байкале, о нашей Ангаре пришло. Их нужно писать и петь. И вот сегодня первая ласточка в этом направлении. Песня «Плыви, Ангара плыви». Я очень благодарна Клаевс, замечательному композитору и музыканту Михаилу Сергею Анатольевичу, автору этой песни. Я благодарна всем, кто ее сегодня исполнил. Спасибо вам большое. Самое главное, что я сегодня почувствовала, что эта песня нравится исполнителям. Вот это действительно кайф для автора, когда видно, что она израильц. Как вкусная такая конфета. С удовольствием ее били, не просто для какой-то галочки. Немножко о себе. Я коленная путянка, но так сложился жизненный путь, что большую часть времени я прошла в других городах Иркутской области. Вратске и Шейкове. И вот совсем недавно я вернулась в Иркутск. И меня, конечно, сейчас радует вся обстановка вокруг меня. И какой-то наступил творческий подъем, и я сейчас начала много писать об Иркутске, о реке Ангаре, о Байкале. Написано семь песен. Две о Байкале, две в Ангаре, две об Иркутске, и одна даже о поселке Большая речка. В этом плане я сейчас и работаю. Хотя в столе лежат две рукописи, уже готовые к зданию, но мне хочется именно сделать в первую очередь вот это, что значит. Опыт уже есть, потому что, когда я жила в Шелихове, была издана книжка стихов и песен о городе Шелихове, Шелиховском районе. Каждый поселок, каждая деревня, и, конечно, несколько песен городу Шелихову, каждый поселок и каждая деревня получили по своей песне. И на всех мероприятиях, когда собираются общие сборы или в Доме культуры какое-нибудь событие происходит, мои песни поются. Это очень важно и, конечно, приятно для автора. Хотелось бы, чтобы вот эта песня не была последней, чтобы это было только начало, а продолжение будет долгим. Я надеюсь, тем более, что есть такая прекрасная аудитория заинтересованных и неравнодушных людей. Музыка всегда являлась... По восприятию на человеческие чувства, воздействию на человеческие чувства, занимала всегда первое место в искусстве. Второе место принадлежит литературу. Прозе как мудростью ума и поэзии как молитвей человеческой души. Мы сейчас живем в год литературы, а родоначальником нашего русского современного литературного языка является Александр Сергеевич Пушкин. Именно 200 лет назад, в 1815 году весной, впервые юный Пушкин прочитал публично свое поэтическое произведение на совершенно новом, ясном, в ритме стука человеческого сердца языке. Это было великое крытик. Кению русской словесности Александру Сергеевичу Пушкину мое послание 21 века. Стихотворение называется «Все звезды вдруг сошлись у цели». Именно это стихотворение получило вторую премию в 2000 году на конкурсе в Нью-Йорке. Конкурс назывался, он проходил и к 200-й десантине рождения Александра Сергеевича Пушкина и под лозунгом прощения 20 века. Оно за ним получило вторую премию. Это, конечно, большое фонарист. Так, повезло, Бог послал. Так вот, стихотворение «Все звезды вдруг сошлись у цели». Когда в окно стучится ветер В полночной тишине двора, В кругу свечи мне образ светит Владельца мудрого пират. Склонившись черными кудрями Над гладью чистого листа В старинной золоченой раме Вой души в глубине холста. Все звезды вдруг сошлись у цели, И лунный диск упал лучом. О, своенравный русский гений, Тебе вечность нипочем. Два века ты сумел осилить, Пронзить стремительным умом И выжить в беспощадном мире Без револьвера, но с Перу. Пусть мода на стихи упала Изыскан круг твоих друзей, И ярк свет на сцене зала, И полон русский колесей. Здесь страсть кипит в устах поэта, И гром овации не остыл. В том нету Кушкина секрета, Поэзия — прекрасный мир. И не смолкает его лира Предназначением горда. Россия с Кушкиной едино Вчера, сегодня и всегда. Петяна Анна, за выступление спасибо, творческих успехов, и, пожалуйста, давайте постоим сейчас в первой истории. С ними планами? Здравствуйте, еще раз, дорогие друзья. Меня зовут Акушка Цель Ян Леонидович. Я иркутянин стал совсем не данный. Четвертый год, как живу в городе Иркутске, преподаю в Иркутском музыкальном колледже. Имени Бешапаэна. Сам я родился в городе Уфе. В семье художников, членом Союза художников, заслуженных деятелей. Так сложилось, что ее музыкой занимаюсь с 7 лет. Немножечко план, как они сейчас отвечают. Минут 5 я расскажу о себе. Чуть-чуть бы хотел рассказать о проблемах современной музыки и немножечко исполнить сочинение. Сочинять музыку примерно начал я в 14 лет. Обучался я в специальной музыкальной школе, лицее-интернате. С 8 лет я жил в интернате. До этого времени я проживал в деревне. Так сложилось, что моя фамилия, мои потомки из Польши, из Кракова. Но моя мама из деревни, из Республики Кашкортостан. Она по национальности малиец. Я вырос, впитал национальную культу тех земель, где я рос. Как вы говорили, я начал сочинять музыку примерно в 14 лет. Начинал сочинять музыку я, скорее, как экспериментировал. Основной моей деятельностью было это обучение на флейте. У меня среднее образование флейтовое. В свое время я даже успел 3-4 раза становиться всероссийским гауреатом по флейте. Как сложилось так, что я вдруг начал сочинять музыку? У меня был такой замечательный педагог, заслуженный деятель искусств России, Хисамудинов Ильдар Азильевич. Мы сейчас очень много поддерживаем отношения, общаемся с ним. Он смог именно передать чувство экспериментирования и азата в сочинении музыки. И поэтому первое сочинение я начал писать именно с экспериментальных сочинений. Так сложилось, что первое сочинение это было додекафонно, если кто-то знает, такая техника для флейты соль. И вдруг она сразу же получает гран-при в Москве. Хотя я этим занимался абсолютно несерьезно, скорее вот так экспериментировал. Эта поездка в Москву меня подтолкнула заниматься сочинением музыки. И там я встретил своего будущего следующего педагога-профессора из города Екатеринбурга в Неменску Анатолию Николаевича. К нему и после окончания специализированной школы я поехал поступать. Имею высшее образование по профессии композитор, специальное образование композитора. Обучался довольно долго, 7 лет обучался в городе Екатеринбурге. И, собственно, немножечко хотел бы рассказать о Уральской школе композиции. Екатеринбург находится на середине Востока и Европы. И это абсолютно сказывается на его культуре и на его мышлении. И это до сих пор я очень сильно чувствую в своем сознании. Вот это деление Востока и Запада и противоречия современной музыкальной культуры и традиционной российской культуры. Как это вкратце мог бы я сказать об этом? Многие сочинения, которые писались в первые курсы в городе Екатеринбурге, они имеют авангардный уклон, атональный. И при этом только к окончанию консерватории я смог в себе почувствовать ту национальную жилку, на которую бы я смог опереться и писать традиционную, тональную музыку. И сейчас, живя уже 4-й год, я активно это в себе развиваю и уверен, надеюсь, что еще услышите, и вам понравится эта музыка, которой я занимаюсь. Где вы можете ее услышать? Я регулярно играю с такой замечательной органисткой в выпускнице в Московской инсерватории Юдинковой Яны Леонидовны. Мы играем по спотам. Сейчас она, на данный момент, в декрете, но в следующем году, я думаю, мы регулярно вернем эти концерты и будем играть. В прошлом году, я очень благодарен, было исполнение иркутского губернаторского симфонического оркестра подерживания Нилмара Лапинша сочинения концерты-гросса для двух замечательных иркутских солистов Янковского и Гамбава-Гамба-Атара, кончаток-росса для фрик-кларнета, гопоя, струнного оркестра. В этом году должна быть премьера, всех пользуюсь случаем. Заранее приглашаю, в июне будет симфоническая картина, должна быть премьера, состояться по мотивам байкальской сказки, в июне симфоническое произведение. Вот такие вот планы, как я сказал, развивается очень сильно именно интенсионная природа. Многие мои друзья в городе Ксенбурге, в той же Москве, наверное, сейчас бы на меня посмотрели как-то такого консервативного очень композитора. К тех, кто интересуется, слава богу, у нас такие есть досу в интернет, есть вот такая социальная группа, как ВКонтакте, там очень много записей можно послушать моих коллег, друзей авангардных сочинений, в том числе и традиционных недавних. Буквально в Екатеринбурге прошел фестиваль современной музыки. Есть такая организация, молодежная организация композиторов России, называется Молот. Буквально еще недавно, в субботу, в Московской инсерватории было исполнение премьерного сочинения для флейта и тоже органов, буквально в эту субботу на фестивале. Ну вот, вкратце, такие планы и такая вот моя деятельность. Не знаю, с чего начать, насколько не уверен, насколько подготовлена я публика. Наверное, я не буду сейчас включать авангардные сочинения, мы только поиграем традиционные сочинения. Но, вкратце, немножечко поговорить, как хотел бы рассказать о своем профессоре Неменском, удивительный профессор, тем, что он умеет выпускать очень разных композиторов. У него есть композиторы и авангардисты, например, Пайбердин, членов Ходсовета Московской филармонии, тоже, который недавно участвовал на фестивале современной музыки. В то же время удивительно выпускает традиционных композиторов. Например, один из них, Пантыкин, лауреат Золотой маски. Это даже рок-музыкант, который пишет рок-песни, писал в свое время в городе. Екатеринбург, такая большая личность в городе Екатеринбург. Тем самым, вот именно в его классе я смог почувствовать логические основы, как одновременно писать и музыку с элементами современной композиции, и с элементами традиционной композиции. И эти проблемы я каждый раз стремлюсь решить в каждом сочинении заново. Проблемы традиционные, проблемы современные. Итак, мы хотим сыграть для вас сочинение «Размышления» для флейты с фортепиано. Разрешите представить вам моего концертмейстера, Пуриновскую Анастасию Павловну. Концертмейстер центрального скайп-шкопа. Пуриновская Анастасия Павловна. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.